Грунтовая вода 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 Природа этого не заметит, это все сгниет, творится снова. Цикличность в природе нормальна. Я вспоминаю эти дикие случаи. Как нас напугали. Я все принимал за чистые монеты. Я советский пионер. Каспийское море усыхало. Показывали, что отступила вода на километр. Показывали полузатопленные баржи, которые стоят, не полузатопленные, засыпанные песком. Каспийское море ушло. И это ужас был тихий. Это значит, что там стоят какие-то дебаркасы полупески, уже не в воде. Страшно. И уже собирались поворачивать уже ради Каспия. Уже не ради Азовского моря, которое высохло полностью. Ради Каспия собирались поворачивать реки северные, с Колумы сюда. Но не успели, оно опять заполнилось. А еще было, что переполнялось. Сейчас не знаю точно, но возможно переполнялось. И опять вспомните, обмелела Волга так, что остановилось судоходство. Эти цикличные процессы происходят постоянно. Они касаются нас, садовода. Это значит, что в таких случаях нам нужен здравый смысл. Вот. Вода, дядя Ваня, капает сверху. Вы перекрыли ей проход вниз. Корни сгниют еще быстрее, чем сгнили бы. Вот. Ну, дядя Ваня, ну желайте. Тут ничего не поделать. Это стало нашей бедой. Ну, я на всякий случай. Вот, смотрите, вода. Вот. И как получается, как они могли гигантские деревья, когда вода, вот буквально, сколько тут, полметра. Как они смогли выжить? Сказать? Да вы же видите. Они как тот Мейнхаузен, который себя, который тонул в болоте, взял себя за шиворот, потащил вверх и вытащил себя за заночью лошадь, который зажимал ногами. Вот. Видите? А? А потом ниже. Опять эту фотографию. Опять долбанок, который этот доктор наук учит. 21 век. Как его научили? Ой, ничего. Как можно стать доктором наук? Ничего не понимаю. Вот еще фотография. Видите? Вот деревья, чтобы не сгнить, вытаскивает себя наружу. Вытаскивает. Видите? А это, видите? Я ничего не путаю. Вот. А вот та самая яма, этот, мой снимок, я его называю ключевой. Не дай бог сюда этих самых железа и прочих шифер, которые Дэль Ваня накидал. Не дай бог. Пришла вода, ушла вода. Часть вверх испарилась, часть вниз. Между дождями дерево успевает и напиться. И лишнюю воду листья еще раз. Уничтожая листовой аппарат в огромных количествах на дереве. Девять видов веток. Темирязевская академия. Ау! Ну проснитесь же вы. Вас же так вот-вот закроют. Ну начните вы нормальные сады выращивать. Да ни у кого не поднимется рука, вас закрыть, когда у вас перчики и абрикосы будут. У вас же все для этого есть. У вас климат лучше моего. Нет, вы нашли девять видов веток на одном несчастном дереве, который надо уничтожить. Вместе с ветками уничтожаются будущие, обычно режут без листьев. То есть они забыли, что ветки предназначены, чтобы на них росли листья, которые каждый лист выращивает почку. Потом почка становится листом, она снова выращивает почку. А это вы не проходили, а в темире жуки. Нет? Что все дерево кромсаете. На ваш сайт смотреть с ужасом не могу. Так вот, лист играет несколько ролей. Продолжаю, для вас, потому что, вы извините, ребята, вы все это знаете. Ну кто-то же должен им объяснить. Я говорю, всего две выпускницы на всю планету, на всю Россию знают, как выращивать сады. А форма листа для того, чтобы отводить воду от штамба на периферию. С листника на листник. Кап-кап-кап-кап. Записывайте. Кап. Еще раз. Бумагу взяли. Кап-кап. На сантиметр дальше. Кап-кап. На два сантиметра дальше. Кап-кап-кап-кап-кап. На полметра дальше. Штамб сухой. Дерево долговечное. Но вдруг проливной дождь, вот такой вот. Что тогда? Лист моментально начинает играть, но уже роль, а дождь это светит. То есть солнца уже нет, значит как солнечная батарея перестает работать и начинает работать на испарение. Кап-кап-кап. В листе есть устица. Извините за мой такой немножко, как бы его назвать, издевательский тон. Но все равно записывайте. Устица. Эти устица закрываются, когда жара. Когда вот эта яма сухая и пустая. Когда корни вот готовы. Устица открывается, идет испарение влаги. И не дай вам Бог на зиму еще полить. Помните это? Страшное, предательское. Вот шланги продать надо в сентябре. Нет, в сентябре давайте поливать. Призим не полив в сентябре. Помните? Вот. Ну, в общем, объяснил как мог. Ну, еще раз, может быть, уже это, испарение идет вверх. А сила тяжести Ньютона заставляет их в воду скатываться и уходить дальше, а дальше в речку. И в море, в океан, потом опять придет дождь с Атлантического океана. Называется, говорит, стрим течения. Потом, значит, это самое. Планета крутится в одну сторону. Значит, тучи не успевают за это. За вращением планеты. Получается, они двигаются вместе, не вместе с планетой, а с торможением. Поэтому дожди, а дерево бедное, то ему сильно сухо, то сильно, ладно. И вам не хватает еще вашей заботы. Вот так. Ладно. Вот. Вот он, затопленный пуглим. Вот эта фотография должна была мне послужить, как называется, узелком на память. Продолжение следует...